Приветствую вас, друзья! Меня зовут Александр. Вы на канале Есть Вопрос. И сегодня я хочу поговорить про один из наших проектов, как мы его реализовывали, и как нам помог один из конструкторов компании LEGO Education. Итак, для проекта нам необходимо было соединить два листа полипропилена друг с другом. Мы для этого использовали кольцо Piccolo, оно выглядит вот таким образом. Мы его завальцовываем. Получается, у нас здесь красивое соединение, обратная часть, она как ромашка раскрывается и протыкает, собственно, основной элемент. И таким образом у нас получается, что один элемент кружится вокруг второго элемента. Вроде сложно сказал, но зато это наглядно вы видите. В чем вопрос? Вопрос в том, что эту историю мы будем делать для детей. И понятно, что сразу без экспериментов мы не можем сделать полный проект. Что же мы будем делать сейчас с вами и как облегчить себе труд, и при этом чтобы у нас были более-менее достоверные данные. Задача следующая. Создать систему, в которой максимальное количество поворотов будет совершать одна деталь вокруг другой. Грубо говоря, вся эта штука не развалится. Конечно же, я могу в первом варианте сидеть и просто дергать вот так, крутить, вертеть. И когда-то у меня это что-то отвалится. Могу параллельно все это дело считать, могу тянуть. Вот. Но поскольку у меня много работы, и если я это буду делать руками, это непродуктивно, мне нужно создать некую систему. У меня в кабинете всегда лежит один из наборов от компании LEGO Education, который называется Spike Prime. Он остался с обзора. И, собственно, я, чтобы не заморачиваться, прикинул так. А почему он так просто лежит? Ведь я могу создать некий стенд, на котором буду производить тестирование. Вот так он у меня выглядит. А поскольку в кольцо Piccolo не входит ни один элемент от компании LEGO Education, я вот воспользовался саморезом. Не насквозь, просто он у меня выполняет роль оси. Вот. При этом все остальные элементы не пострадали, не переживать. А далее у меня в центр находится средний мотор в центре. Далее с помощью блоков я зафиксировал вот это наше кольцо, собственно. Оно умеет открываться-закрываться. Установил датчик цвета. Для чего? Датчик цвета у меня выполняет роль счетчика. Ну, то есть, получая информацию с датчика цвета, блок понимает, сколько раз мы открыли и закрыли эту систему. И все. Теперь мы запускаем наш микрокомпьютер. Программа у меня уже загружена. И давайте посмотрим, работает ли эта система. И вся эта история считается. И почему же это видео появилось на нашем канале? Дорогие друзья, все очень и очень просто. На самом деле, когда мы работаем с наборами LEGO Education, приходит момент, когда у вас заканчиваются занятия те, которые описаны компании самой. И многие забывают, что LEGO пишет задания практико-ориентированные. То есть, те задания, которые интересны и с которыми вы сталкиваетесь в реальной жизни. Большинство педагогов, когда сталкиваются с тем, что занятия закончены, залазят в интернет, ищут какое-нибудь интересное задание, которое вызывает вау-эффект, но оно бесполезно. Какой-нибудь там, давайте соберем три циратопса, которые будут передвигаться из точки А в точку Б. Или гоночную машинку. Да, и все эти задания, они были бы интересны и полезны школьнику, с моей точки зрения, в том случае, если бы мы производили какие-то замеры. Если бы три циратопс, допустим, работал с весом, и его там нагружали, и смотрели, когда у него там ноги подломятся, или когда он через мост переходил. Его вес влиял бы на усиление этого моста. Но что-то такое, где есть замеры, а не просто мы два занятия собирали, вот он пошел, вау, ничего себе неожиданность. И все задания будут отличаться просто моделью. В данном случае я хотел показать в том, что мы с вами собрали модель, которая действительно мне нужна. Она нужна мне по работе, она будет приносить мне пользу. У меня появился этот набор. У меня также есть наборы на Ардуино. Не было бы его, собирала бы систему на Ардуино. У меня, наверное, точно так же бы все работало, но не факт, потому что там все-таки посложнее, там все придется делать самим. Lego Education — прекрасное решение для экспериментирования, для того, чтобы мы с вами могли собрать модель, понять, какие в минимальном количестве компоненты нам необходимы для ее реализации, и уже все это собрать на Ардуино и сшить таким образом, чтобы эта история была неразборная и постоянно функционировала. Вот так. На Lego дорого делать постоянные модели, но моделировать классно, потому что все просто. Программирование вообще оно там без заморочек. И, кстати, я понимаю, что всем интересно, как эта история заработала. Самая простая программа. Я сейчас вам ее покажу и объясню, за что отвечает какой элемент. Итак, когда запускается программа, обратите внимание, что переменная у нас уже содержит некую информацию. Она равна единице. Далее мы ее обнуляем в первом команде. Далее начинается цикл «Повторять всегда», в котором лежит цикл «Повторять». Если значение датчика цвета принимает синие, то ты делаешь «Открыть», «Закрыть». Значение счетчика, которое было обнулено, принимает значение счетчика последнего этапа, то есть ноль, и к нему добавляется единичка, после чего информация с этого значения переменной выводится сюда, в данном случае один, да, и цикл «Повторяется». Если же датчик цвета синий не видит, то выводится звуковой сигнал. Давайте посмотрим. Сейчас мы ожидаем, что у нас обнулиться значение переменной, вы его видите. Не обнулилась, потому что у нас не нулевое положение. Выставляем, еще раз стартуем, точнее обнулилась, но сразу в ошибку ушла. Вот у нас работает все, да, отрабатывает датчик цвета синий видит, продолжает цикл, да, то есть запускает каждый раз новый этап. Мы сейчас его зафиксируем, имитируем ошибку. У нас выводится звуковой сигнал. Мы с вами видим, что имеет смысл подойти, посмотреть, на каком шаге у нас вся эта конструкция развалилась. В данном случае на десятом шаге. Вот таким образом написана эта простая достаточно программа. Итак, друзья, с вами канал Есть Вопрос и Александр. Я постарался донести до вас мысль, как использовать наборы от LEGO Education в практикоприменимом мире. То есть тогда, когда любая модель может реально существовать, и она будет приносить некую пользу. Так что расширяйте свой кругозор, делайте задания для детей более интересными, чтобы они тянулись к занятиям и к новым знаниям. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, что для вас снять еще. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok